здравствуйте с вами программа гипотеза я лилия илькова сегодня мы начинаем цикл передач посвященных основным значимым социально философским концепциям прошлого и сегодня мы с вами начнем разговор о карли марксе в этом нам поможет наш гость надир бекиров преподаватель крымского инженерно-педагогического университета кандидат философских наук и выпускник юрфака к гу 1984 года здравствуйте добрый день всем 5 мая 1818 года в городе трир в германии родился будущий философ карл маркс в этом году отмечается 200 лет со дня рождения этого философа который оказал огромное влияние вообще на развитие мировой истории трили до сих пор его помнят и чтят и это имя карла маркса на основных табличках для туристов карл маркс моды хаус дом музея карла маркса то есть практически везде связывается именно с его имени почему я хочу сейчас вас спросить о марксизме вот если мы посмотрим на европейскую историю как она развивается сейчас на историю европейской интеграции то мы увидим что во многих странах европы уже отчетливо наметился правый поворот когда правые партии консерваторы приходят к власти мы говорим об этом случае с австрией мы говорим об этом можем уже говорить случае с италии где на выборах в марте правоцентрическая коалиция получила большинство голосов мы говорим об этом по отношению германии все-таки там афд заняла какие-то значимые позиции хотя для германии совсем из ряда вон выходящие во франции чуть было не выиграла выборы марин ли пен поэтому вот правый поворот он идет такой но как правило если правые занимают какие-то значимые позиции практически сразу начинается какое-то противодействие стороны левых и левые это зачастую те люди которые поднимают знамя теории маркса как вы считаете насколько есть вероятность что в европе вот после этого правого поворота консервативного наступит откат уже к теории маркса насколько возможен ренессанс вот таких идей ну какого-либо тотального возрождение не будет я полагаю начал боя с того что условно говоря классическое разделение на левых и правых сформировавшиеся но где-то там в девятнадцатом веке еще долго время актуальной в двадцатом сейчас по моему постепенно утрачивает смысл комбинации сейчас совершенно невероятные там консервативно-прогрессийская партия или еще что-нибудь такое поэтому если говорить само общество в том числе европейское очень сильно отличается от того которое было в эпоху появление марксизма рождение маркса и так далее и марксизм никогда не господствовал в европе девятнадцатый век это и появление позитивизма агюста конта который перетекается с марксизмом в том смысле что ну как бы должна была речь о подтвержденных фактах эти истории они просто каких-то домыслов там спекулятивных построениях как это было характерно для философии 18 века допустим это и появление нитше но со всеми утекающими последствиями при всей его там непоследовательности всякое такое это и философия прагматизма практически поэтому маркс в общем-то в умах европы не доминировал ни в девятнадцатом веке ни позже у нас свой немножко сдвиг потому что получилось так что некий официальный марксизм как бы хотя с моей точки зрения ленинизм это скорее ну и там ленинизм и все что вокруг него и с ним это скорее отрицание классического марксизма нежели его продолжение вот поэтому скорее то мы думаем о том что вот в европе новые процессы могут опять идти под знамя маркси нам так привычнее мы еще отказавшись от официозного такого марксизма в 80 и 90 и годы по сути никак еще внутри от него как бы не избавились вот если почитать учебники философии там последние 20-30 лет издания то там все равно такой стыдливый марксизм то есть вроде бы уже не не он не ленин там ни диалектика ничего не упоминается но смотришь подачу материалов в общем-то об одном и том же по сути лет назад других и не могу но нет не 30 это и последние учебники философии если общие брать учебники там конечно при той при том плюрализме таком идеологическом который в принципе тут и религиозный ренессанс разного порядка там и разные другие вещи но мы привели к марксизму как к любимой игрушки как к матрице как к привычному инструменту и поэтому сами смотрим на то что происходит вокруг нас через призму марксизма очень часто даже не давая себе в этом отчета поэтому правая и левая что кстати говоря была констатирована еще и в середине уже там второй половине двадцатого века во многом смыкаются их идеологии вовсе сейчас так и концептуально не различаются как они различались раньше особенно такие вот которые скажем являются приверженцами каких-то насильственных действий насильственных преобразований это выражение марса революции локомотива истории то есть большая такая социальная бойня этого комотив истории это те группировки разного толка которые сейчас тоже пропагандируют насилие для достижения своих целей они во многом перетекают какое знамя какого цвета это часто выбор вкусовой они они методологически как бы поэтому я не думаю что пройдем произойдет тотальное возрождение марксизма хотя да за неимением чего-то собственных каких-то оригинальных свежих идеи концепций понятно что кто то может и попытаться но и известно это течение неомарксизм там она тоже как бы наряду с ленинизмом здесь вот бывшим эссэр господство ленинизм благодаря чему эссэр собственно и установился а на западе в эти же двадцатые годы появился Неомарксизм, который тоже как-то Жил и чего-то там добивался Но я не думаю Что То есть появление каких-то марксистских И псевдо-марксистских, каких-то Квази-марксистских течений, группировок Концепции возможно, но я не думаю Что это будет всеохватывающее явление Я не вижу причин для этого По очень практической вещи Почему? Потому что у Маркса есть удачное выражение Что нет ничего практичнее хорошей теории Ну и у Ленина Тоже в дополнение этого Что критерий истинный Это практика Так вот именно практика В течение 20 века показала Что прогностическая функция марксизма То есть способность Предугадать Предположить общественное развитие И результаты его В том числе претензии на то, чтобы Понимая закономерности Социального развития и социального устройства Даже влиять вот потом на Результаты этого общественного развития В отличие от всего, что было до этого То есть научно строить, да, будущее Они, в общем-то, не состоялись При тотальном господстве марксизма И в СССР, там В политической сфере, в какую угодно Ну что, 70 лет Довольно неудачного эксперимента Советской власти С флагом марксизма Как раз и показатель того, что Марксизм несостоятелен Как руководство к действию Вот опять-таки я о чем говорил Ленин Поэтому кто-то может, конечно, попытаться Это сделать Так же, как пытаются некоторые другие Там социальные, философские иные теории Политические, неполитические Использовать как ориентир для Поведения своего Привлечения сторонников и так далее Но я пока не вижу никаких причин Для того, чтобы марксизм вдруг Выстрожествовал, как бы, на европейском пространстве Хорошо, тогда зайдем с другой стороны Вот, когда вы учились Ну и когда я тоже училась Немного позже Марксизм, ленинизм Это, ну, буквально это был Предмет такой Практически везде И научный коммунизм тоже назычался Читать это было нужно Потому что это было обязательно В книге Маркса, просто вот, в первоисточнике Стал читать молодежь Как вы считаете, в чем причина? Есть ли действительно такой большой запрос На социальную справедливость? И именно поэтому, вот, опять обращение К марксистской теории С того, что люди сейчас ищут ответы Или пытаются их найти Во многих теориях, ну, прежних эпох Кто-то, вот, читает, наверное, читает произведения Маркса Кто-то изучает тщательно Суну, там, и хадисы И тоже считает, что в них ответы Потребность в идеологии Да, у них есть ответы на все вопросы и так далее Кто-то, наверное, кто-то неоязычники появляются Которые считают, что нужно, там, быть ближе к природе Или, там, что-то вроде этого Вот, поэтому веганцы там Поэтому Тут я бы не сказал, что это, ну, уникальное такое Обращение к опыту прошлого Можно подвигаться на марксизм и марксистам Ну, и то же самое, там, был исламский социализм, если мы помним Или попытка его такой Я как раз о том и говорю Что переливы сейчас могут быть очень разные Такие странные довольно Консервативные прогрессисты Прогрессивные консерваторы И все, что хочешь Но я сейчас о другом Значит, запрос на социальную справедливость Наверное, никогда не исчезал Он был в любом обществе всегда И тоже христианство Благодаря этому Значительно распространилось в свое время То есть, время от времени Такие вещи происходят И, как правило, истоки какой-либо теории Или воззрения И ее развитая форма Или ее кризис На самом деле Содерживают в себе совершенно разные нормы И даже при буквальном совпадении Их наполняют разным содержанием Я вам так скажу, что С моей точки зрения Ленинизм Это отрицание марксизма Ну, сам Ленин, конечно Это оправдывал все диалектикой И Сталин тоже Что-то творческим развитием И так далее Но Если уж на то пошло Если так вот говорить Что все, что бы там Я бы не сказал Это творческое развитие Это что угодно Про что угодно можно сказать Что, допустим Теория Эйнштейна Это развитие Скажем Представление о земле на трех свонах Вот это творческое развитие Почему же нет Но Где-то в каком-то смысле Кстати, так оно и есть Запрос на социальную справедливость Он существовал И существует всегда Особенно в эпоху Когда Огромное количество людей Эту социальную справедливость На себе не испытывают Что касается чтения То я вам скажу Что Я с удовольствием читаю По сей день Энгельса У него очень афористичное Изважение У него Очень интересные исторические факты Его интересно читать Как журналиста И как политолога И Маркс у него Тяжеловатый немножко язык У Ленина еще хуже Но При том, что марксизм Как теория Как методология Социального познания И Социальные технологии Несостоятельны При этом При всем Там есть много интересного На самом деле Интересного Как Свидетельств Эпохи Как Политический анализ Иногда блестящий Политический анализ Иногда Я бы сказал так Что Маркс и Энгельс Интересны И их книги Интересны Не постольку Поскольку они марксистские А постольку Поскольку они Не столько уж Привязаны К марксистской доктрине Там где Маркс или Энгельс В качестве журналиста Скажем Таймс Маркс делает обзор Текущей ситуации Политической По миру Его эти обзоры Очень интересно читать Там где Энгельс Пишет какую-то статью На какую-то тему Его тоже Очень интересно Считать И тому и другому Ну в тех рамках Которых это было возможно Присуще тоже Чувство Обостренное чувство Социальной справедливости Или несправедливости Желание помочь Угнеченным Там Или их поддержать Не всегда в социальном плане Там известны Там их В защиту Там разных Национальных движений Там Угнеченных меньшинств И так далее Выступления И это очень Интересный Фактологический Материал Тоже Поэтому Поэтому Ничего удивительного Что кто-то Их читает И в этом Я тоже Ничего предусудительного Или плохого Не вижу Нет Дело не в том Что предусудительное Нет Но я не думаю Что Показывает интерес Да понятно Раз там 20-30 лет Его там Не преподавали В качестве Обязательного предмета А кто-то там Бабушка Дедушка Расскажет А ты знаешь Вот у нас такое Безусловно Это возбуждает Интересно А попробовать Себя там найти Я хочу сказать И другом Что Стремление Нащупать Некую Такую Руководящую Идеологию Это Некий Реликт Более Широкого Такого Ну Концепта Что ли Это Евроцентризма Мейнстрим Мировой По-моему В сфере Идеологии Нащупать Невозможно Если мы найдем Будем искать Примеры Приверженности Тому или другому В зависимости От того Где мы смотрим В какой период И под каким углом Зрения Мы найдем Едва ли не все Что угодно И того Что и не искали Тоже Безусловно Мир Как Ну система Особенно сейчас Система Обладает Некими Там Тенденциями Внутри И так далее Но По-моему Сейчас не тот момент Когда их Легко будет сказать Увидеть Хорошо Все-таки Возвращаясь к Марксу Последний вопрос Его прогноз О том Что Общество Развивается В сторону Прогресса Вот сейчас Вы сказали Что Это мой любимый вопрос А что такое Прогресс Нет Вы сказали Что доктрина Маркса Она не Не подтвердилась Несодержательно В этом смысле Ну во-первых Начать с того Что прогрессистом Был не только Маркс Но мы сейчас о нем Просто Мы конкретно о Марксе Нет Ну Почему я об этом Говорю Потому что Допустим Допустим Согласиться С Тезисом О том Что Общество Развивается Прогрессивно Не в сторону А прогрессивно Да Это вовсе Не означает Встать на позицию Марксизма Это также И у античных Философов Это встречалось Начиная с Аристотеля При определенной Цикличности Это и у Французских Мыслителей До марксистов Я хочу сказать Презнавать Прогресс Не означает Быть марксистом Вот что я просто хочу сказать Может быть не означает Раз Но второй Гораздо более интересный вопрос Это что такое прогресс Что такое прогресс Маркса Что такое прогресс Это развитие Производительных сил И основанных на них Производственных отношений Вот что такое прогресс у Маркса Вот А что с этой точки зрения А что с этой точки зрения Это вовсе не прогресс Потому что развитие Производительных сил И производственных отношений Во-первых В течение 19-20 Особенно 20-го века Несколько раз Приводило мир На грани самоуничтожения Если уж просто так понимать А во-вторых Сейчас порождает Такие проблемы Именно развитие Производительных сил Что Опять-таки Мир В общем-то Балансирует На грани Этого самоуничтожения Поэтому Если Это опять-таки Не взгляд Маркса Это взгляд Многих философов Европейских 19-го века Что прогресс Это быстрее Выше Сильнее То Уже к концу 20-го века Точно стало Очевидно Что Быстрее Выше Сильнее Это не Не прогресс А может быть Даже гораздо хуже Сейчас 7,5 миллиардов Населения на земле Да Раньше Ну Как Один из фрагментов Так сказать Прогресса Это Чем мы сытнее Чем мы лучше едим Тем мы Благополучнее живем Тем нас больше Тем еще лучше Тем еще лучше Ну Приходим Сейчас 7 миллиардов Хорошо Когда будет 15 Где уверенность Что во-первых Все будут сыты Во-вторых И так далее Потом опять-таки Означает ли Непременно Вот такая Сытость и благополучие Физически достижимы Или они для всех Раз Если они достижимы Для всех Чего это будет стоить В смысле Безопасности Экологической И ресурсов Надолго ли это хватит И чем это обернется Нет Ну поэтому Никогда не говорится же Что для всех достижимы Будет как раз Да нет Хорошо А что тогда Такой прогресс Говорят о миллиарде Нет нет Стоп Что такое прогресс Прогресс Слово прогресс В значительной степени Утратило смысл Сейчас Потому что Технологическое развитие Прибавка продукта Повышение комфортности жизни Они были отправными Ну не отправными Отчетными Точками прогресса В девятнадцатом веке И все-таки Для европейцев Для европейцев В девятнадцатом веке Совершенно Не имело значения Фразы А дети в Африке Голодают Она его совершенно Не задевала Вот Потому что В Европе Ну до такой степени Уже это не было По сравнению с Средними веками И так далее Ему казалось Что бутерброд Будет все жирнее Значит его все будет больше Слой масла Будет на нем Становиться толще И так далее А сейчас получается Что если в одном Месте земного шара Это так То в другом месте Это Аж совсем даже Да наоборот И если можно было И если можно было Раньше Отсидеться Там за стенами Я не знаю В своем обществе В смысле В смысле продуктивности В смысле Появления Как бы Новых возможностей Новых способностей О которых никто И помыслить не мог Там 15-20 лет назад И еще более Где-то Может быть Ускорение Вот этих вещей Скажем так Появление новых возможностей Но эти возможности Появление этих возможностей Вовсе еще не означает Ну Благо Они как правило Вот Двусторонне Чреваты всегда То есть Новые возможности Для одних Это новое ограничение Для других Или чем И в этом смысле И новая возможность Позитивная Влечет в себе Как правило И новая возможность Уничтожения Разрушения Там И так далее В одно и то же самое время Поэтому Поэтому Вот так вот О прогрессе Как о чем-то Светлом и веселом По-моему Говорить не приходится И действительно На мой взгляд Большую роль Начинает играть В определении Будущего человечества Моральные факторы Даже не экономические А именно моральные факторы Потому что Не достижение Какого-то Морального взаимопонимания Морального компромисса Оно обязательно Чистое технологическое развитие Приведет к кризису Причем Ну Можно себе представить Что как бы На первом этапе Кто-то выживет Ну потому что Технически лучше вооружен Ресурсов больше И так далее Но Мир настолько сложен Что Провал Разгром Исчезновение Там как хотите называть Разрушение Какой-то части мира Я не говорю Пока что В материальном смысле Оно Не останется Без последствий И для Тех Кто как бы На первых порах Уберегся Поэтому Запустит цветную реакцию Да безусловно Безусловно А вот когда через 100-200 лет Посмотришь Оказывается Ой вот оно что было И я вообще не уверен Что у мира есть 100-200 лет Хотелось бы конечно Пусть лучше будет Больше чем 100-200 лет На этой Скажем так Крымского Инженерно-педагогического Университета Кандидат Философских наук Гость Института международных отношений Истории востоковедения Спасибо Рад был с вами пообщаться Редактор субтитров А.Семкин